Вот мы подъезжаем к лагерному броду. Сегодня у нас 17 сентября 2017 года. Кроты нарыли ямок, бугорков вернее. Остались на жерде после крещения, чтобы держаться. Сергей Егорович решил покупаться, перед этим пробежал. У нас обычно в лагере по-другому немножко. Пешком идем купаться, а обратно уже бежим, чтобы согреться. Вот такая вот вода тут. Видно, даже рыбки плавают. Сергей, для чего? Для того, чтобы разогреться? Да, разминка. А вон келятки лежат, фасутся. Осень уже. Все начинает залпеть потихонечку. Долго думал, я собираю сверхпоклой. Сейчас уже прохладная водичка. Я бы лично не рискнул бы, конечно, плавать. Но он закаленный, видимо. Вот. 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 Я ему сказал, Сергею Егоровичу, нам нужны вот весной такие вот, которые холодной воды не боятся, делать пирс. В этом году не восстановили, купание здесь вот проходило, сколько их ребешек. Я в детстве, помню, делал сачок, на небольшой плотик выходил, тоже у нас речка своя была, там на Урале, когда я жил, опускал и туда сверху крошки хлебные. И они туда заплывали, я тихонечко поднимал. Все. Вот это мелкие, конечно, головастики эти. Они выросли. Вон он, мужик, уже встал до полу до того берега. Деозновения имеют в этом отношении. Вон у нас храм на той стороне пруда. Это уже Игорь Глуб, барабаша ангара так, с зерном. Что-то, видимо, в ухо попала вода. Все. Благодарит Господа. Все четыре стороны. Полежал. Полежал. Ну, вот так вот. Ну, что, брат, переплыл на другую сторону, а там бегает сейчас. Невероятно. Вот так вот. Показал он нам класс. Вон, куда побежал уже. Здесь деревня не побежит, кто будет смущать там сестер наших. Шарик, а, шарик? Ну, шарик. Запыхался весь. Кремарера нет? Нету, да. Я вообще посмотрел. Раз, два, три посмотрел. Такой столб копал огроменый. Зачем он там? Да там это, Марина говорила, что хотел эту сделать. Чтоб он был, типа, это, аркой. Я вообще иду, и вижу столб, как будто я какой-то из-защитки ехать. Акрибут. И ужасно. Крапива, чем он там себе хлещет? Какой-то травкой. Я думаю, что крапивой, что она будет сжечь, как бы сохранить эту горячность в крови. Чтоб ноги не сводила на она. Сейчас узнаем, переплывет обратно. Спаси и сохрани, Господи, его. Но и листая. Сложно ей ходить по нему. Только плыть. Сегодня даже никаких птиц не видать, кроме воробьев. Это в камышах чирикующих. На юг поги подались уже. Между прочим, я тут много мальков вижу, брат. Вот, посмотри. Такие маленькие плавают. Очень много тут. По поверхности такие они маленькие еще. В глубину пошли сразу. Услышали. Вот, смотри, сколько есть. Я вот такие в детстве сачком ловил. Хлебушком сверху крошил. Много заплывал их. Ну что, сачок, раз приподнимаешь. А почему? А, с этими-то Миши? Да, саль, кошке отдавал. Нет, среди них могут быть и крупные. Ну как? Как говорил один киногерой, жить можно, если выживешь. Все, слава богу. Я уж переживал, думал. Все должно быть в веру. И закалка тоже. Сергей Егорович, а что там за трава? Крапива была или что? Я крапивы колени лечил. А, колени лечил. Да, они болят у меня. Вот кабинка, вот кабинка можно. С той стороны, да, вот тут. Чего он там делает? Сарик, ты кого опять нашел? Опять очередного крота. Тоже наш охотник маленький. Ну вот так вот. Сегодня у нас воскресный день. После занятий уже, которые в час у нас были, мы решили прогуляться. Погода так более-менее тихая. Рыбалки нет? Не надо красную тряпочку? Не бери. Вон, сколько мальков еще плавает. Рыба живет. Слава Богу за все. Аллилуйя.